В телерадиовещательной кампании продолжается месяц профориентационных мероприятий. Познакомиться с работой журналистов, операторов, монтажеров и других специалистов в этот раз пришли ребята подготовительных групп детского сада «Радуга». Подробнее расскажет Александра Литкова. Подобные экскурсии проводятся на телерадиокампании регулярно. Знакомство всегда начинается с кабинета журналистов. Создание новостей и вообще телевидения – это очень большой, объемный процесс. Тут работает очень много людей, которые каждый отвечает за какую-то свою работу. Сейчас мы находимся в зале, где работают журналисты. После подробного рассказа о буднях журналистов дошкалята отправляются в кабинет монтажеров. Именно здесь завершается работа над готовыми сюжетами. Есть специальная компьютерная программа. Она непростая. Туда берутся разные кусочки видео. Можно дать разные кадры и уголваем их. Вот положить. Все видео. Следующим объектом, вызвавшим наибольший интерес у малышей, стал аппаратно-студийный блок, где, собственно, и происходит запись новостей. Мне интереснее всего было там, где новости показывают. Там, где мы вот это, типа, стишки или рассказывали. Завершилась экскурсия по телерадиовещательной компании по ходам на радио. Здесь ребята также смогли попробовать себя в роли ведущих. А звукорежиссер Борис Зазуля рассказал о тонкостях своей работы. То есть здесь, эта комната, это сердце радиостанции. Здесь у нас есть компьютер супер, который всю эту музыку компонует. Я ему и в этом помогаю. И отправляет на все радиоприемники по всему городу. И даже нас можно слушать в интернете по всей стране. Телерадиовещательную компанию смогли посетить все три подготовительные группы детского сада «Радуга» в рамках краткосрочного проекта «Телевидение», разработанного самими воспитателями. Основная цель мероприятий – расширить знания о профессиях, увеличить словарный запас детей и творческую активность. В нем мы узнаем больше о телевидении, о радио. Дети играют разные сюжетные ролевые игры, дидактические игры. Также руководство нам помогло организовать встречу с работниками телерадиокомпании. У детей столько эмоций. Познакомиться с телевизионной кухней телеканала зрители теперь могут и на странице севера в Инстаграме. Очень много просьб поступало от молодежи, от тех, кому от 18 до 35-40 лет, что не хватало именно севера в Инстаграме. Мы создали собственную страницу, причем страничка такая не сугубо новостная. Мы будем знакомить наших подписчиков, наших телезрителей с телевизионной кухней, с нашими сотрудниками, с нашим творческим персоналом, с нашими журналистами, телеоператорами, монтажерами, режиссерами эфира. Будем показывать, как мы готовим телевизионный продукт. Ну и будут, естественно, какие-то интересные акции, розыгрыши. Кстати, один из розыгрышей уже запущен. Чтобы принять участие и выиграть приз, необходимо подписаться на аккаунт ТРК «Нижнее подчеркивание Север», отметить под первым постом троих друзей и сделать репост в сториз. Итоги подведут 6 марта с помощью генератора случайных чисел.